Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Divinity Original Sin 2 в прошлой серии. Мы сошли с корабля на побережье Жнеца, нас ждет впереди множество квестов, надеюсь, городок с множеством торговцев, потому что у меня хлама уже очень много насобиралось. В общем, давайте исследовать побережье, я тут мерзкое щаде забыл полутать, но не спеша будем потихонечку продвигаться, да, и осматриваем. Каждый сантиметр карты. Внимательно настолько, насколько у меня это получается. Отрезанные части тел валяются на земле, давайте мы отведаем. Где тут они у нас, в каком разделе? В каком разделе? Вот в этом разделе. Магистры скрутили вам руки и уводят прочь. Вы успеваете повернуть голову, чтобы в последний раз увидеть жену и детей. Те беспомощно стоят у крыльца, их лица отпечатываются в вашей памяти. Винди что-то там кричит. То ли я люблю тебя, то ли мы будем тебя ждать, но вы не можете сказать наверняка. Ферма позади вас постепенно скрывается из вида. Какая-то бойня здесь была. Караван магистров. Помню, помню, в таком меня везли. Похоже на караван Форт Радость, но что с ним случилось? Как раз, да, мы видели исчадие, которое напало вот здесь на какую-то тетку. И тетка как раз была в ошейнике. Вот, видимо, этот караван и... Шел куда-то в порт. Сапоги Анхара. Окей. Может быть, по кому-нибудь заданию понадобится. Тронутая пустотой, отделенная ладонь. Вы сидите в темном подвале и смотрите на тонкие лучи света, которые пробиваются сквозь щели в полу. Их то и дело загораживают тенем, доски содрогаются от тяжелых шагов. Это магистры. У вас над головой скрипит доска. Один из них остановился. Вы задерживаете дыхание, дожидаясь, когда он пройдет далее. Но внезапно люк в подвал открывается, и солнечный свет ослепляет вас. Вы успеваете услышать одно лишь слово перед тем, как вас схватают и вытаскивают наверх. Попался. Атакую, если мы съедим. Вы помните, как провели детство, как мерзли в рыбацкой деревне, и гном по имени Лохар постоянно насмехался над вами. У вас не оставалось иного выбора, кроме как вступить в ряды магистров и забрать у жизни все, что она вам... ...вам все, что она вам не додала. Вот. Все, что надо... Ладно, короче. Так. Ловкость, геомантия, некромантия. Ммм, все сложно. Надо сейчас... Там вот есть немного истока, надо... ...наверное... Ага, я понял. Ладно, сейчас просто скинем немножко вещей. Фейну, кстати, маску отдать. Посохи, подождите, посохи мы оставляем. Мечи можно эти скинуть. Слишком тяжелый рюкзак, ладно. И теперь у Фейна слишком тяжелый рюкзак. Да, ну что это такое, меч тяжелый слишком? Я хотел Фейну единицу истока восполнить. Давайте сейчас аккуратненько пробежим, да, она с нами сама не заговаривает. У Фейна полезно, это вот его расовое... Не расовое, класс... Короче, личное умение за исток. Которое даст ему дополнительный ход в бою, будет полезно. Фейн открыть... Взломать. Еще один топор. Ханал Ле Ше. Две силы телосложения, одноручная гидрософистика, замерзшая на один ход. Приятный такой топорец. Давайте с ней поговорим, сохранимся. Перепуганная гномиха. Вроде... Да, не в одеянии магистров. Гномья воительница. Увидев вас, бледная, словно дрифтвудская соль, гномиха вздрагивает. Хоть и держит в руках короткий клинок с чистым лезвием. Впрочем, боевая стойка не может скрыть ее дрожи. Назад, назад, я убью. Я убью тебя, как убила всех остальных. Поднять руки и сказать, чтобы она успокоилась. Вы не причините ей вреда. Она оседает в момент, растеряв всю показную храбрость. Я никогда еще не встречала подобных тварей. Они исчезли. Сказать, что отсюда так или иначе исчезли все. Ее глаза расширяются. Она теперь смотрит не на вас, а в пустоту, словно перед ней разыгрывается какое-то увлекательное зрелище. Когда она начинает говорить, ее голос дрожит. Ага, их самых ужасные твари. Скосили магистров и гномов. Трупы, везде трупы. А колдуны, колдуны исчезли. Колдуны? Вы не видите здесь тел колдунов. Кстати, да, вот эта вот огромная тварь, насекомая истока забрала эту штуку и улетела, да? Боже мой. Забрала тетку эту, эту штуку. Тетку с ошейником. Которой я бежал помочь со всех ног, но не успел. Спроси, что с ними случилось. Остекленевшим взглядом она смотрит в пустоту. Здесь не холодно, но она вся дрожит. Я не знаю. О, борода дюны. Лохар. Лохар мой босс. Захочет узнать, что тут случилось, но я ничего не помню. Спроси, что она тут делала для этого своего лохара. Помогала колдунам. Мы считали, что сможем спасти их из лап магистров. Она хорошая, она за нас. Приподнять бровь. Да ладно. Наверняка она помнит, что случилось с колдунами. Нет, не знаю, не знаю. Сила, ловкость, интеллект. Вот было бы восприятие, да? Можно было бы... Поднять руки и отойти, показывая, что вы не желаете ей зла. Ну, не сработает... О, ну, в принципе, да, я случайно нажал. Ладно. Отпусти, прошу, отпусти. Твари могут вернуться с минуты на минуту. Она вырывается и, трясясь от страха, ползет прочь. Разграбленный караван. Получена запись. Так. Тронутая кровавленная нога. Давайте сейчас мы все это вкусненько. Ням-ням-ням-ням-ням. Элоиза была самой красивой девушкой на свете. Не для других, для вас. Ее глаза блестели ярче, чем луна. В день, когда вы закончили... Заковали ее в ошейник и отправили в форт радость, вы выплакали все слезы. Никогда в жизни вы больше не проронили ни слезинки. И... Вы проходите мимо закованных в цепи колдунов, без... безропотно забираетесь в фургон, садитесь на скамью и осеняете магистра-охранника благословением Ралика. Он беззвучно глядит на вас в ответ и начинает загонять в фургон колдунов. Видя, как они дрожат от страха, вы чувствуете лишь раздражение. Неужели они не понимают, что их хотят спасти? Возгорание. О, смотрите, это хорошо. То есть надо есть вообще все части тел, да? Вы с трудом узнаете его, но это он, Александр. Вы пораженно замечаете ошейник колдуна у него на шее. Сейчас он совсем не такой, каким был в школе. Сейчас я буду есть все руки и ноги, а лица, наверное, да, съесть нельзя. Так, вот еще есть такая нога. Давайте сейчас я тоже ее съем. А то у меня явно не хватает навыков. Кусок плоти тоже сейчас съем. Это у меня тут остались, да? Эти все части. Я думал, их буду есть пользуясь удобным случаем, когда нужно восстановить здоровье немного. Вы любили вино ИЭль, а также другие чувственные удовольствия. Жизнь, как шкатулка, полна бесчисленных наслаждений. Путешествие по морю. Дети и взрослые сбились в кучу, согревая и утешая друг друга. Не так давно вы были рахбом в Древней Империи. Ваш разум пуст? А как молодой месяц? Должно быть, что-то вычистило его. Прошлось по углам. Выскребло коридоры. Пустота даже... даже уютно. Так, хорошо. Все, ничего пока нового не получили мы. И ладно. Давайте дальше тут осматриваться. Есть еще вон голова. И ступня. Есть ключ, которого я почему-то раньше не видел. Может не обращал внимания. Синя же... Какой-то цветок, наверное. Так. Давайте пойдем на побережье. Еще по берегу пройдемся немного. Хотя тут можно идти явно далеко. Хм... А я хотел не совсем сюда. Я хотел вот куда-то вот в эту сторону. Да, вот где-то... Вот тут мост и город. Вот здесь где-то уже что-то похожее на город. Надо будет сейчас сразу туда подняться. Потом пойдем. Будем осматривать окрестности. Сначала все же хочется... Оу. Первая моя легендарочка. И жалко, что это лук, конечно же. Миротворец. Две ловкости. Мастерство охоты. Вампиризм. Тысячу... Баксов стоит прям. Так. Хорошо. Море рыбы. Рыба просто повыбрасывалась, да, на берег. Из-за того, что... Видимо, море тут какое-то... Полевая кухня. Давайте, кстати, себе сейчас что-нибудь приготовим. На кухне. А мы тут дальше уже пройти не можем. Давайте как раз долутаем тут парочку. О, тут... Тоже, типа, город? Нет. Еще один мост куда-то. Наблюдатель. Магистры. Магистры. Так. Мм. Ну, эти магистры, я надеюсь... Да, они не знают, что я, типа, сбежал из форта Радость. Поэтому не будут на меня нападать. Ну, даже интересно. Посмотрим сейчас. Так. Давайте посмотрим, что мы можем здесь приготовить. Рецепты. Еда. Пища. Да, вареный картофель. Можно картошки отварить. Картофельная каша. Молоко. Давайте сделаем картофельную кашу. Пиво. Источник пива. Это из бутылок перелить в кружки или что? Предлагают мне, типа... Можно супчик сделать, давайте, да? Кувалдой растолчем томаты. А сколько? Заглючил, наверное, или что? Тыквенная похлебка тоже давайте сделаем. Можно, кстати, сразу, да? Все. Сделать. Есть еще у нас ужин. Из мяса можно приготовить. И вот такой вот ужин. Давайте сделаем. И из рыбы тоже можно ужин сделать. Так, подождем. Тогда, наверное, сейчас пюрешечку холодное. Нет, холодное, наверное, эльфийская похлебка, да? Ужин и томатный суп. Давайте сделаем. Сейчас все это испробуем. Единственное, что гномья похлебка... О, с пивасиком. О, давайте сейчас сделаем парочку. Сейчас мы дегустацию проведем. Ну, немного. Давайте картошку отварим. Да. Так. Хорошо. Рыба там была нам нужна для чего-то... Не для рум, по-моему, для свитков, да? Где-то рыба в свитках использовалась. Да, вот тут вот камбала используется. Если я сейчас всю рыбу потрачу, может, и мясо тоже где-то использовалось какое-то. У нас 30 кусков разного мяса было. А я все... О, кишки остались. Все потратил. Так, хорошо. Что мы можем еще объединить? У нас была тут где-то... Пустая книга. Как она выглядит? Я, правда, без понятия вообще. Пустая книга. Мы когда-то подбирали пустую книгу. Типа, заклинание... Не заклинание, а книгу навыков пустую. Где ее искать? Я без понятия. Может быть... Да, в ингредиентах. Чистая книга навыка огня. Ее можно объединить с каким-нибудь заклинанием. Например, с огненным шаром. И выучить мне, например, огненный шар. У меня как раз единичка в пирокинетике есть. Да, можно... Вот так вот сделать, по идее. Правильно? Да. Получено достижение мастер навыков. И получена книга огненного шара. Ее как минимум можно и продать, да? Но я ее... А, пирокинетике двоечка нужна. Ну, я двоечку, наверное, возьму. Пирокинетике. Хотя многие пишут, что часто сопротивление огню встречается у противников. Но... Но. Ничего мы с этим не поделаем. В любом случае, я хочу выучить огненный шар. Себе не удается. А, то есть я не могу его выучить наперед, а потом доразвивать уже там эти, да? Ладно. Не могу, значит, не могу. Хорошо. Давайте попробуем. Единственное, что пробовать буду не я, да? Я, наверное, сейчас съем вот эти остатки тел. Вы сидите в теплой таверне и пьете вино. Внезапно темноту ночи пронизывают крики. Магистры идут. Вкус вина сменяется горьким привкусом крови. Магистры поймали вас далеко на севере. Сковали и погнали в эти уже чужие земли. Ухмыляющийся гном снимает с вас ошейник, и вы чувствуете прилив надежды, но через мгновение вас убивает исчадие пустоты. Работа, работа, работа. Это все, на что мог рассчитывать в дрифт-вуде гном вроде вас. Но потом вы вступили в ряды сопротивления магистрам. Работа никуда не делась, зато в жизни появилась цель. Цель, ради которой можно было и умереть. Так, можно, кстати, наверное, дать... Можно просто вот так вот взять, да? Лоуси. И, например... А, видно, да? Сила лечения. Сила. Картофельная каша тоже просто силу дает. Восприятие. Тыквенная похлебка повышает. Телосложение. Интеллект. На пару ходов эльфийская похлебка ловкость повышает. Ясно. Ужин лечит 15% на протяжении 6 ходов. Да, это, как я понимаю, 15% от здоровья восстанавливается каждый ход. Да, нет? Или за 15 ходов... За 6 ходов 15% здоровья восстанавливается. Непонятно, короче. Но мы немного... А, 124. Нет, мы... Не алло, короче. Не уменьшили вес наш. Ладно. Не весит мало. Кому мы что тут можем? 5 килограмм можно вот сюда скинуть. 5 кило, 5 кило. 2,5 килограмма шлем. Лук ровно 2. Четенько, да? Мы теперь все. Пошли. Пошли дальше. Нужно срочно найти торговца. Хороших желательно. Много сразу торговцев. Куда мы, правда, пойдем? Вот сюда, к магистрам или в тот? Давайте, наверное, сначала вот по тому... К мосту пройдемся. Потом будем тут везде лазить. Хотя, с другой стороны, тут вроде больше ничего нет. Давайте уже эти пару этих соберем. Грибов или цветов. Что это такое? Хотя, вон какая-то нычка. 200 золота нашли. Ничего вроде нет, а 200 золота нашли. Хорошо. Тут какой-то малыш что-то кричит. Пошли с ним пообщаемся. Мне кажется, сюда лучше пойти, чем к магистрам сразу в руки. Правильно? Хотя, не факт. Так. Немного мухоморов. Все, я снова перегружен. Снова надо... Так. Так. Тоже они ничего не весят. Я их скидываю, скидываю. Вот, нормально. 5 килограмм. Лоуси перегружены. Это я... Лоуси, да? У меня было выделено. Ясно. Все. Идем. А, слушайте. Тут мост оказывается... Поднятый. Идите сюда, жучара. Оу. Это явно не просто город. И ворота они мне, скорее всего, не опустят. Ясно. Мальчик бросает камень в реку, а писав дугу, тот падает в воду. Ох. Мам, ты живая? Мам. Спросить, что он тут делает один. А? Прошу вас. Вы должны ей помочь. Тут был бой. Какие-то гномы напали на каких-то магистров, а еще там были колдуны. Да. Потом появились эти штуки. Ищадья. Они убили всех. Мама побежала, чтобы отвлечь их население. Она перебежала через мост и подняла его. И закричала, чтобы я убегала. Теперь она там вместе с этими тварями. Сказать, что мать рисковала жизнью, чтобы защитить его. Пусть найдет безопасное место, как она и наказывала. Без мамы я никуда не пойду. Родня друг друга не бросает. Сказать, чтобы он не волновался. Мы поможем его матери. Вы поможете? Сказать, я сделаю все, что в наших силах, в общем-то. Может быть. Может быть, вы сможете перебраться на тот берег. Мама подняла мусс, но должен быть другой способ, верно? Если такой способ есть, вы его найдете. Если нет, вы придумаете новый. Да, да. Вы придумываете. Да. Он напускает взгляд, подбирает мелкую плоскую гальку и бросает ее в рейку. Он снова падает в воду, не долетев до противоположного берега. Я буду дальше их отвлекать. Вы замечаете, что исчадие, кажется, больше не видно. Сказать мальчику, пусть продолжает делать то, что делает. М-м-м-м. Возможно, будет питание. Что у них тут? Это животное увлеченно ест. Сопротивление яду 100%. Ладно. Пока они там питаются, не будем им мешать, наверное. Теперь уже точно идем по дороге в город. К магистрам в лапы. Что уж поделать. Потом будем осматривать достопримечательности. А, кстати, мы... Вон тут вот мы еще слабенько обошли. Мне кажется, вот эту часть мы так прошли все. Ладно. Потом подовернемся. Сейчас места все равно в инвентаре практически нет. Поэтому надо идти искать хороших торговцев, с которыми мы будем торговать постоянно. Ну, раз мы уж тут... А, кстати. Да, да, ты прям точь-в-точь. Он, похититель яиц. Я так и знала. Я нашла вора. Сказать ей, что вы не похититель. Скажи, это большой марш, если смелый такой. Когда считать цыплят? А кто маленький латак? Крахокрыл. Большая марш. Я, я видела, я видела, я видела. Куда их видела? Их украли. Всех мелких. Все яйца. Кто-то что-то украл их. Спросить, что... В чем... Как выглядел вор? Давайте лучше спросим. Понятно, в чем дело. Он был огромный. Большой, как корова. Как дом. И много-много ног. Слишком много. Спросить, куда побежало это существо. Если я покажу, то ты сможешь найти, куда их. Может быть, ты сможешь их найти. Карта, карта, давай карту сюда. Кивнуть и потянуть ей карту. Как она, клювом туда лапой нацарапает или как? Просто укажет место, наверное. Да, я сам меточку там поставлю. Она подпрыгивает и клювом отмечает точку на карту. Вот как. Нам даже рассказали. Отлично. Вот где они. Я пошла за своими деточками. Я видела, куда они делись. Но они так изменились. Так сильно. Куда их изменились. Верни их. Когда считают цыплят. Хорошо. Молочный бидон, кстати. Да, из этого бидона можно молоко будет набирать, наверное, постоянно. И пустой бочонок из-под меда. Можно будет мед набирать. Тоже бочонок меда. И мы теперь можем пустой бочонок... Найди здесь пустой бочонок называется. Боже мой. Как тут? В разном, может быть, бочонок пустой? Нет. В разном у нас только горшки вот эти бесполезные, да? А тут, наверное... В ингредиентах, что ли? Вот, наверное, да? Нет. Банка мозговых паразитов. Да, вот бочонок из-под меда. Хорошо. У нас теперь есть медок, который дает нам единичку интеллекта. Если вдруг понадобятся... Какие-то разговоры там. Что у нас тут? О, мистер Сива. А вот и мистер. Сохраняемся. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Вот и мистер, которого мы искали. Резкое пробуждение. Открыто достижение, мистер. С дыбы свисает женщина-ящер. Лицо ее в крови, чешуя обесцветилась. Глаза закрыты, но язык вздрагивает при вашем приближении. Добро пожаловать в Дрифтурт, пробужденный. Один налитый кровью глаз приоткрывается. Под набрягшим веком поблескивает золотистая радужка. Они гонятся. Гонятся за тобой с самого форта радость, да? Ладно, хорошо, тогда освободи меня. У нас много работы. Или можешь торчать тут и пялиться с таким видом, словно я только что сбежала с твоей берцовой костью. Мозгов у тебя явно больше нет, но я молюсь, чтобы остался хоть здравый смысл. Это она в прямом смысле, да? То, что она сразу просекла, что я немножечко мертв уже. В котелке-то нет ничего. Пусто? Пусто. Спросить шепотом. Хворь говорила, что она сможет стать вашей наставницей. Это правда? Да, она же сказала. Много работы, да. Заверить, что освободите ее, но вам любопытно, как она признала вас пробужденного. Подтянуться, чтобы ее освободить. И давай поживее, пока магистры не сообразили, что их драгоценный улов вот-вот ускользнет из сетей. Быстро обрезать веревки и помочь ей слезть. Правильно? Что там? Подумаешь, магистры какие-то. Это ж... Шапка у ящера такая, что-то непонятное. Превосходно. А теперь будь любезен. Прикончи ту магистершу, что стоит там с выпученными глазами. Мне нужно обезопасить мой дом, пока они не натворили еще дел. Так, хорошо. Она уходит. Спокойно. Я согласен. Так, а тут что у нас? Яйца, да, потерянные? Вот, вот здесь, да, походу? О-о-о-о-о-о-о-о-о, сколько всего тут интересного нас ждет впереди. Но для начала магистры. Магистры. Бочка с водой, которую... Которая, да, мы сейчас замедление вот кинем. А, подождите, этого ящера уже повесили. Окей. Окей, он просто на магистров был похож, поэтому я... Я думал просто стоит так. Все, я понял. При ближайшем рассмотрении Оказалось, что ящер Больше мертв, чем жив Так, хорошо И вода, все, да, по это самое Нам тут, но мы можем сделать Тогда вот так и Маленькое Яда разлить сюда О, собаку вызывай, да? На помощь, на помощь Так, слушайте, нет Она не собаку вызвала А вызвала Так, тысяча, двенадцатый уровень Алло, ребята Мы так не договаривались Мы так не договаривались Это что-то не то По двести, блин, слушайте Громила, но явно мы, если ее убьем Они не исчезнут никуда, правильно? Это не просто какие-то вызванные, как там было В одной из серий Когда магистр именно вызвал собаку Там как призыв был, насколько я понимаю Здесь А здесь будет больно сейчас Но у нас есть магический панцирь Мы, может быть, и затанчим Давайте тогда сейчас разбираться Может с панциря как раз начать Или лучше Ну, хотя он у Лоуси уже нету Блин, сотка Сразу сотка Это жестко Я думал, их всего будет двое Сейчас изи-каточка будет И привет А оказывается, нет Изи не будет Ладно, давайте тогда мы С защитного купола начнем Раз мы тут вот так вот встали Даже, может быть, подвину маленько Вот так вот сделаем Так, восстанавливаю По 83 заход Хорошо Я сейчас немного отойду Куда-то Ага Как тут отойти бы так, чтобы не отхватить Никак, да? Вот А, я Вот я здесь стою Я понял, я думал Что вот это я путаю У нас шапки похожи У меня и у Сибилы Вот так вот Отойду А, тоже Зачем я отходил, когда Хотел вывести воду из Боже мой Вывести Сибилу из воды Перепутал Меня с Сибилой, да? Короче Все сложно Давайте Тогда Что мы делаем? Вызываем, конечно же Элементаля Какого вызовем? Давайте сейчас посмотрим На вот этих вот гадов Воздух и яд Сопротивление, да? Можно, конечно Водного вызвать здесь Полечит нас, если что Ну, в принципе, наверное Не такой уже плохой вариант Давайте на воду Новый уровень О, элементально Новый уровень Давайте Насыщаем его Потихонечку Так Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам Давай, наверное Делай один ход К Магистру Теперь Или, может быть К этим подойдем К двоим Да, кстати Наверное Неплохой вариант Вот так вот Пришли Они когда Если они будут Двигаться Вот в чем Вопрос еще Стоп Стоп Почему у него Как будто бы Отхватил удар, да? Наш элементарь Я этот момент Где-то упустил, что ли? Что произошло здесь Только что вообще Так Что мы можем сделать? Мы можем этого И этого Могли заморозить Ну, ладно Давайте пока так Мимо Это жестко вообще А, уклонение Да, алло Уклонение Которое я тоже не заметил Как она Повесила на себя Согласен Моя ошибка Надо было Атаковать Кого-то другого Пока не можем Атаковать Пропускаем вход А он, наверное К нам не пойдет Да, он будет сейчас Надо было Сразу заморозить Вот это вот Было бы хорошо 185 урона Боже мой По-моему Это ГГ Может мы Как-то Разойдемся Миром С этими Магистрами Давайте замедлим Хотя бы этих Так Замедлили Опять же Надо было Сначала Жертву плоти Как обычно Использовать Первым делом И я забыл Об этом Излучение Кстати Тоже Как вариант Давайте Посмотрим Что с огненным Шариком Куда мы можем Да Можем Можем Красиво Шарик забросить Как-то так Чтобы По всем Под Трем О Вот так Хорошо Так Что там у них 70 Еще осталось Да Громила 70 Еще Здоровья У них Осталось Осталось Давайте Используем Адреналин Конечно же И теперь Еще Что-нибудь Можно Попробовать Зарядить Ооо Это было бы Конечно Причудесно Но Больно Будет Нам Там же Защитой Магической Валом Хотя Можно И вот Эту Штуку Использовать Да В следующем Ходу Какая Дальность У нее Хотя Хотя бы Этих Двоих Мы Ослепим Хотя Уклами Блин Оба Под уклонением Да Ладно Посмотрим Может быть Заклинание По области Как раз Критический Удар Прошел Да Слепота Давайте мы Почитаем Что вообще Слепота Делает А то мы Не знаем Еще Дальности Точно Снижает Не позволяет Проводить Атаки По возможности О Тоже Хорошо Можно бегать Вокруг Них Теперь Спокойно Но Но Давайте Что у нас Здесь все Горит Уже Яд Загорелся Уклонением Можно Сейчас мы Посмотрим Кстати Песни Безумия Сам Покажи Громила Тоже Под уклонением Блин Они тут Все Под уклонением Да Все Под уклонением Правильно Постоянный Эффект Причем О Боже Мой Как же Тут все Сложно Оказывается Ладно Заклинание По области Никак На уклонение Не влияет Точнее Уклонение Никак Не влияет На эти Хихикает Так скромно Написано Хихикает Немножечко Не подходит По моему Вот это Вот хихикает Сюда Так Мы можем Что сделать Можно куда-то Зателепортировать Но это стрелки Смысл их куда-то Телепортировать Там Лужу здесь Можно было бы Залить Чтобы Собака Например Подскользнулась Ну можно шоком Собаку На самом деле Накрыть Тоже Неплохо будет Наверное Так Кровотечения Горение Конечно Жида Телепорты На возвышенность 270 Крит И еще один Давай Минус Сибила Не по моему Тут нам рановато 12 уровень Нам не по зубам Два тела 12 Чего-то Я не осилю Ну атаки По 200 Не до свидания Это не серьезно Загружаемся Так Мы можем В принципе Как сделать Они с нами Не говорят Да В принципе Эти палачи Мы можем Попробовать Отыграть По тактике Чтобы Сразу же Выпилить Вот эту подругу Которая зовет Подкрепление Да Можно попробовать Сделать так Я не знаю Может быть и он тоже Сможет Позвать Подкрепление Но мы можем Сейчас попробовать Таки забраться Вот сюда Да И подготовиться К Бою Хорошо Лезем все вместе Игра еще раз Сохраняется Резкое пробуждение Можно Подготовить Почву Да Никто с нами Не говорит Все бегут В разные стороны Так Можно Ой Подождем Я правда Не знаю Сможем ли мы Выпилить Прям за один ход Подругу Полностью Да Причем Подругу Выпилить За один ход Нам нужно Сделать это Настолько быстро 20 Сопротивления Всем стихиям Так Как мы можем Сделать Можно попробовать Вызвать Сразу Элементаля Можно Кинуть Бочку Вот Сюда Правда Наверное Ей на голову Упадет Слушайте Будет Больно Залить Водой Можно Будет Что Эту воду Превратить В лед Можно Даже Сразу Эту воду В лед Превратить И Ну Кстати Правда Не знаю Как она Будет Таять Ну Давайте Короче Сейчас Так Так Кидаем Бочку Я надеюсь Она Не стукнет Палача Да И Он у нас Не сагрится Она точнее Заливаем Все водой Кидаем Сюда Заморозку Хм Я думал Заморозка Всю воду Охлаждает Да Все 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 И Все В лед Превращает Оказывается Нет И Лед Тает Быстро Довольно Таки Да Это Тогда Неприятно Я надеялся Что здесь Все Замерзнет Не замерзает Ладно Ну Хотя бы Так У нас Здесь Хоть Какое-то Есть Преимущество Небольшое Ладно Я сейчас Секундочку Подумаю Пораскину Мыслями Нет Что-то Кажется Что Эти ребята 12 уровня Наваляют Нам Весьма Весьма Быстро Поэтому Мы немного Подождем Сейчас Просто реально Слишком Болючие Атаки Нам Нам Нужно В город Первым Делом Приодеться Скупиться Поторговать Хорошенечко Запастись Новыми Заклинаниями И все 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 Вот это Вот Да Поэтому Идем Первым Делом В городочек Что-то они Таки повернулись Уже Добро пожаловать В Дрифтвуд Возьми Себя В руки Парень Я тебе Не позволю Туда-сюда Носиться Как Милсент И Толли А то Сожрут Тебя Ищадья Пустоты По Кусочкам Магистр Постарше Замечает Вас Он Вытирает Грязные Руки О штаны Словно Пытаясь Очистить Их От сажи Но Вместо Этого Размазывает Грязь Еще Сильнее Стоять Эльф Что За Известия Ты нам Несешь Сказать Что Вы Принесли Весть О погибших Магистрах И Гномах За Городом Где Разгромили Караван Он Бледнеет Смотрит Широко Распахнутыми Глазами Магистра Который Вас Окликнул Стоит Напрягшись Словно Под Пронизывающим Ветром Ищадья Пустоты Идут Ша Федор А ты Проходи Зуб Даю И пара Дней Не пройдет Как тебе Захочется Убраться Подальше Но До того Сходи К Реймонду Белому Магистру Ему интересно Будет тебя Послушать Только поживее Он вот-вот Отщалит Дождевик Ясно Он кивает В сторону Моста Но Больше Никаких Указаний Не дает Ясно Ясно Вот Это По-нашему Так Пустые Бутылки Бутылки Можно будет Пустые Бутылки Набрать Того же Пива Я не знаю Понадобиться Нам или нет Буду Им пользоваться Или Нет Вообще Постоянно Бухать Мне ребята Советуют Потому что Выпивка Повышает Вот это Вот Везение Навык Везение Что там Отхожее место О Кстати Мы мальчика Пропустили Вот тут Вот Да Пробежали Мимо пацана И Даже Не заметили Его Мальчишка Что-то Немелодично Насвистывает На ходу Заметив вас Он приподнимает Брови Но ничего Не говорит Спросите У мальчика В чем дело Да ни в чем Я просто ищу Кое-кого Ты Такого Э Бен Мезда Не знаешь Я знаю Такого Ифан Нет Не Ифан Ифан О Точняк Ифан Бен Мезда Сказать Мальчишке Что Ифан Мертв Барону Это не понравится Вот уж Это точно Никому Не надо Сунув руки В карманы Мальчишка Удаляется Вновь Принимаясь Фальшиво Насвистывать Ясно Мы теперь Знаем Что Барону Это не понравится Хорошо Двигаемся Молчаливый Наблюдатель Наконец-то Дрифтвуд Где все мои торговцы Я уже Заждался Наковальня Молотки Хальдер Поет песня Явно он нам не нужен Так Ооо Ооо Вот это мне нравится Определенно Так Все бубнят Давайте Со статуей поговорим У меня какая-то Выработалась привычка Говорить со всеми статуями Даже вот Некоторых других Играх Которые я сейчас играю Мне так и хочется Поговорить с каждой статой Положить ладонь Да Это переходы Просто Нищий бездельник Так Давайте Осматриваться Торговец Бри Нет Давайте по порядку По порядку Первым у нас Вот здесь Торговец Овис Стихи О сферах Истока Давайте Поговорим Большие книги Боги мои Ты неважно выглядишь Кажется тебе не помешает Немного Магии Оооо Хорошо На Даже На Затклидание Истока Книжечки Есть У него Цепная Молния Накладывает Шок На два Хода До Восьми Раз Растения Вызов Ооо Ооо Геомантия Три Да Как интересно Можно Фейну дать Такой Цветочек Да Фейн Но опять же Очки Истока Но все равно Интересно Давайте посмотрим Что тут вообще Есть Вот с этим Товарищем Мне кажется Определенно Уже надо Повышать Отношения Потому что У него Можно Телепортаться И затариться Электрическое Касание Ну не знаю Интеллект Дает бонус К урону Скачок Давления Сгущают Все Ублачные Поверхности Поблизости Наносит Врагам Урон Воздухом И гасит Пламя Рокировка Меняет Местами Двух персонажей Одним из которых Можно Выбрать Себя Но что Тоже Неплохо Можно менять Местами Игрока Или Кого-то Из нашей Шайгруппы И врага Правильно Электрический Разряд Попутный Ветер Аура На три Хода Скорость Движения Союзников Увеличивает Ну такое Опять же Уклонение Хоть Действует Всего лишь Один ход Но Весьма полезное Ошеломляющий Разряд Опять же Урон Да В зоне А это у нас Опять А Вот это Хорошо Тоже По-моему Вполне Ослепляющее Излучение Тоже может быть Весьма Полезным Что у нас Землетрясение Новое Да Нокдаун Опять же Сопротивление Физической Брони Это не очень Нам подходит Но Чисто Как для Дополнительного Урона Можно И использовать Это у нас Есть Ядовитая Волна По-моему Сибилы Как раз Она Или не Она Иммунитет К земле Накладывает Эффект Иммунитет К земле Так Подождите Это не то Вокруг Персонажа Круговой Волной Разлетается Яд Нанося А То есть Яд Наносит Урон Врагам Разлетается От персонажа И персонаж Получает Иммунитет К яду И к урону Землей На один ход Интересно Это у нас Уже у всех Есть Бросок Камня Активная Броня На вашей Физическая броня Наносит Физический урон Всем в области Поражения В том числе И вам Такое Что-то Пронзание У нас есть Червети Тоже есть Это есть Призыв Огненного Слизня Опять же За очки Истока Призыва Только не говорите Что все эти Саманы Которые будут У нас Это все будут За очки Истока Не договаривались Огненный Хлыст Горение Слепота Урон Неплохой От интеллекта Урон Зависит Огненный Шар Понятно Мы всем Его наверное Тоже Выучим Люблю Я огненные Шары Как Никак Языки Пламени Защищают Вас Атакуя Приближающихся К вам Врагов Ну тут Сомнительно Урон Непонятный Лазерный Луч Вот это По нашему Полоса Нестерпимого Жара Наносит Сотку Урону Персонажем Оставляет После себя Огненные Облака Вот это Хорошо Это у Фейна Да 100 урона А у Сибилы Будет 104 115 Да Вполне Неплохо Тоже Сотка Урона Даже у Фейна Хорошо Самовозгорание Мы Увидели Уже Увеличивает Урон Отгорение Вот этого У меня Нету Таких Заклинаний Никаких И Шамур Даран Ладно Я думаю Что здесь Можно Хорошенько Затариться Заклинаниями Электрическими Как раз Да Вот этими Ядовитыми Тоже И Каменными Другими Короче Все стихии Кроме Воды Да Здесь У нас Есть Поэтому Мы Подарим Ему Сейчас Деньжат Давайте Посмотрим Сколько Что-то Я не туда Клацаю Надо По этим Клацать Вот Например Пятисоточка Сейчас Мы Посмотрим Сколько Вот Ровно 100 монет Сколько Даст Отношения Только Подождите Давать Должна Да Давать Должна Именно Наша Так Лоуси Потому что Именно Она у нас Торгует 100 А как Можно 100 поставить Нельзя Ладно 114 Мы приблизительно Что там Предложить Все товары Нет Отношения Плюс 19 Скидка 22% Но Ясно Нужно Даже Говорить Именно Именно Лоуси Все Так Спросить Что он Продает Магические Заклинания Так Сотка Ну короче Около 500 Нужно Давать Ему Да Чтобы Сейчас У нас Скидка 22 А если Мы Дадим Ему 400 Монет Скидка Станет 36% Плюс У него 3000 Есть Да Можно Будет Ему Попродавать Немного Давайте Еще Сейчас Соточку Да 200 100 180 Так Во Соточку Отлично Теперь Можно Ему Будет Продать Хлам Что Я Буду Уже Не На Хорошо Тебя Мы Запомним Идем Дальше Давайте Лоуси Будет Здесь У нас С торговцами Со всеми Общаться Так Понятно Посмотреть На Товары Еще Заклинание Опять же Как раз Заклинание Призыва Дверь Вечность Два Очка Истока Правильно Это Очки Истока Накладывает На всех Призванных Существ Эффект Который Не Позволяет Им Умереть От Урона Или Исчезнуть По истечении Срока Жизни Интересно В принципе Тоже Волшебный Стежок Восстанавливает Кучу брони Магической Ну как Кучу Относительно Чистая Книга Навыков Некромантии Ммм Пятьсот Ну слушай Кстати Вот это Неплохой Вариант Если у нас Будет Там Какое-то Заклинание По Некромантии Костяная Вдова Вот Кстати Вызов Да Паучихи Две Некромантии Нужно Надо будет Взять Затариться В общем Всеми Этими Вызовами Которые Мы сможем Тут найти Кто у нас Кроме Паучихи Еще есть По призыванию Наверное Только один Элементаль Но мы его Купим Всем нашим Персонажам Я думаю А там потом Будем уже Менять Варьировать Насыщение Тоже Надо будет Взять Насыщение Тени Невидимым И наносить Врагам Едкие Удары Едкие Типа Ядовитые Наверное Или как Перегрузка Да Это понятно Тотем Тотемы Кстати Тоже А вот Вопрос Если Три Персонажа У нас Допустим Четыре Персонажа Все по Три Тотема Могут Вызвать Или Всего Три Тотема Наша Группа Может Вызвать И вообще С Элементалями Нужно Экспериментировать Как Много Мы Их Можем Вызвать Но С ней Мы Тоже В общем То Я думаю Налаживаем Отношения Да Даем Ей Около Пятиста Монет Ей Как Минимум Тоже Будем Продавать Вещички Всякие Всяких Хлам Короче Книжки Покупать Да Всяких Хлам Продавать Ну Покупать Тут Кстати Не так Много Мы У нее Будем Наверное Как Вот Того Так Хорошо 95 Ну Я думаю 95 Хотя Че Нам Давайте Мы Дадим Ей 50 Монет 25 70 Монет Мне Не Жалко Вот До Суточки Поднимем Хорошо Дальше Кто У нас Еще Тут Есть Из Торговцев Мы Короче В этой Серии Только На Торговцев Посмотреть Успеем Магистр Городской Глашатой Который Кричит Что Убили Всех Всех Не всех А этого Магистра Александра Убили Война На носу Мы Хотим Торговать Конечно Ж Так Тоже Заклинание Со Которыми Может Быть Даже Мы Потом Затаримся Когда Нибудь Но У Этого Персонажа Можно Будет Шмотки Покупать Довольно Интересные Между Прочем Да Да Движение Уклонение Телосложение Воровство Скрытность Некромантия Гидрософистика Короче Тут Шмоточки Пронзатель Пронзатель Он Кстати Тоже На Три Инициатива Жезл Неплохой Можно Будет Может Кому Кому Выдать Его Ладно Тоже Донатим Всем Донатим Хотя Подождите Ему Надо Да Надо Мы Шмотки У него Короче Со Всеми Дружимся Потратим Потратим Денег Но Я Надеюсь Мы Много Денег На Этом Всем Сэкономим И Заработаем В итоге Сколько Можно Сразу 550 Наверное Да Скидка Все Так С 20 Процентов Еще На 20 Процентов Фактически Увеличивается Например Тот же Так Тихо Тихо Давай 40 Ладно Хватит 99 Какие-то Дорогие Вещи У нас Эту Скидку Я думаю Купят Весьма Быстро Например Картина Те же Да В два Раза Дороже Практически Да 50 Процентов Все Так Хорошо Что У тебя У тебя Всякий Хлам Продается Я Просто Посмотреть Да Рыбу Продает Но У него Тоже 3000 Денег Поэтому Правильно Мы сейчас Если Закинем ему Деньжат Еще Ну Хотя Может Мне и хватит Давайте Не будем На этого Нам Ничего Не стоит Просто Подождать Когда Дождаться Когда Обновится Ассортимент У этих Торговцев И С ними Потом Уже Поторговать Еще раз Ну Попродавать Чтобы Хлам Какой-то Если вдруг У них Деньги Закончатся Ладно Я думаю На этом Серию Я буду Заканчивать Вот Как раз Мне Будет Чем Заняться Торговцы Помечены На карте У меня Сразу И В следующей Серии У нас Будут Уже Новые Заклинания Заклинания Кстати Не Не Чтобы Тут Какие-то Были Крутые Заклинания Я Думал Может Уровнем Повыше Будут Но Посмотрим Посмотрим В любом Случа Инвентарь Нужно Почистить На это Уйдет Много Времени И Все Это Конечно Будет Не На Запись Ну А Пока Что Всем Спасибо За Просмотр Всем Пока И Увидимся В Следующей Серии Продолжение следует